Вчера послушал вашу лекцию, а еще ранее, когда мы этим вопросом занялись, мы часть ваших публичных лекций ознакомились на палитру, то, что опубликовано на других фортах. У вас есть замечательные слова, что человечество не придумало ничего более толкового для согласования всех этих интересов, нежели муниципальной демократии, абсолютно необходимое на пути создания городов, удобных для жизни. По верному замечанию Кука-Напучича, главным субъектом предъявляющего спрос на этот благо является хорошо информированная городская общественность. Абсолютно верно, и сейчас напишут. Да, но, к сожалению, мы даже видим сегодня, видите, почему-то к обсуждению мы подходим к постфакту, к сожалению, вот этого вопроса. Я являюсь не только профессором и уважаемым университетом, я являюсь в чечении этого образа общественным деятелем. Вот я составил общественную палатку Российской Федерации в 2014-го года, вот я сейчас там возглавляю общественную центрацию. Вот, если у вас есть желание углубленно обсудить эти вещи, значит, пожалуйста, Мясницкий, дом 9, можно по скайпу, можно доехать ко мне в гости, пожалуйста, сядем, обсудим. Вот, я, поскольку человек абсолютно политически нейтральный, я готов обсуждать проблемы с левыми, с правыми, с центристами. С удовольствием, пожалуйста. Но, если говорить о городе Казани, ну, Артем, вот поверьте мне на ослабо сказать, я бывал в городах, так вот в Африке я не был, ну, в общем, везде был, да. Город с такой типологией застройки, как Казани, с таким уровнем автомобилизации, без эти ограничительные мерки, ну, он не обойдется, будет только хуже. Слушай, если у вас интересуют интересы города, да, да, вот, по идее, так, муниципальный депутат, но с этим придется смириться, это факт печальный. Я, допустим, сам вас пробейся, вообще, вот, я в простом уже перейду на женейский уровень. Вот я нормальный преподаватель вуза. Ну, какое мне удовольствие, у меня сейчас, вот, мой подземный паркинг обходится мне в месяц, ой, слушайте, это же публично, это звена узнает. То есть, по-настоящему дорого. Думаете, мне это доставляет удовольствие, но как человек, который знает цифры, факты, урбанистику, транспортную инженерию, что-то самое, потихонечку, по-другому не получится. Вот поверьте мне на слово. Спасибо. Я просто хотел вернуться к нашим предметикам проекта. Они не являются такими, что мы навсегда не против введения любых ограничений. Такого нет. У нас есть конкретные претензии к этому проекту, да? В частности, как я понял, из вашего выступления вчера, из ваших работ, они совпадают с вашей позицией. Что у вас написано, например, что если, значит, вводится, соответственно, улучшение общественного транспорта, перехватывающие патруль парковки, но не вводятся ограничений, то это как пиво без водки, да? А у нас, получается, наоборот. Водка без пива. У нас ограничения вводятся, да? Но, значит, перехватывающие парковки, хотя они записаны в концепции НИБИТ и РДИ, на основании которой якобы это все делается, этого нет. Здесь они рассчитаны уже где, сколько мест. Не вводится и реорганизация работы общественного транспорта. Значит, транспорт на политику в любом городе, это вообще нескусство возможного, да? Как любая политика. Вот я могу сравнить состояние общественного транспорта в Казани с состоянием общественного транспорта в других городах страны, Владивосток и Дублининграде. Продвижение в области общественного транспорта, позитивное продвижение в Казани, более заметно, чем в любом городе и стране. Естественно, ожидать того, что мы сделаем общественный транспорт такой, что нас все будут благодарить и кланяться, ну да, это малориальная задача. Но то, что здесь у вас продвижение в Солчевском транспорте, это абсолютно реальная вещь. И по продвижному составу, да? И по формату работы у вас уже в значительной степени внедрена схема в работу контракта, да? То есть, вот, как бы сказать, продвижение есть. Насчет парковок, ну вот, мне очень трудно, так сказать, с вами отвечать на конкретные городские вопросы. Я смотрел схему. Вот, если вообще, так сказать, вот, на этап перехватывающей парковки вот вы называли, да? У меня не сложилось впечатление, что у них хорошее заполнение. Я просто отвечу, да. У нас станция метро Горки. На 290 машинное место, станция метро Горки, парковка, продвижение, проработала полтора года. Осталось на сегодняшний день невостребованное обстоятельство. Я специально молчал, а, знаете, говорит, у любого студента есть, первый, но внимательно слушать лекции. Николай Шкарай говорит, прежде надо создать спрос. Какой человек вложил деньги, строит парковку, перехватывающую, когда нет возврата на капитал? Какая организация это сделала? О чем в лекции было сказано? И то же самое было в лекции сказано, мне еще понравилось, да, ответ на ваш вопрос, когда мы в совете совещались, о том, что надо строить их за счет бюджета. То есть абсолютно было. Нет возражения. Я не знаю, я скажу, мне не, можно я сказать? Вы путаете в парковке в центре, когда создают спрос, перехватывающие, это вещь социальная, понимаете? Чем социальная? Какая социальная вещь? Что значит социальная? Посмотрите. Нет, нет, давайте так, что значит социальная? Это значит, что человек приезжает туда. Вот как у вас это называется? Важно, я спрашиваю, какой человек? Социальная, это значит, что соцзащита очень четкая вещь. Это человек, у которого недостаточно средств. Социальная, это не значит только соцзащита. Дайте мне это сказать. Не перебивайте. Да? Да, просто так далее. Да, просто так далее. Значит, вопрос. В последнее время в дальнейшей встрече с профессором с профессионалом. Мне трудом досталось прогрессить на бюджет, чтобы сейчас я могу услышать. Давайте мы завтра с прогрессом. Нет, просто про перекладывающие парковки. Я думаю, Михаил Яковлевич пояснит, что это не коммерческий проект. Перекладывающая парковка, вот стандартный, который принят, скажем, вот, где они появились по контракте в США, по-другому и так далее. Это, как правило, большая парковка у конечной станции местной электрички или местного метрополитена с тарифом, который включен в цену билета в метро или билета на электричку. То есть она либо бесплатная, либо манская, чрезвычайно дешево по отношению парковки в центре. Но без дорогой парковки в центре, без дорогой парковки в центре, перекладывающая парковку не будет сооружать ни бизнес, ни дорожный, ни город, потому что какой смысл, вот я ее сооружу, сказать, а в центре бесплатно. То есть сначала мы, сначала мы проводим некоторую логику, мы просто начинаем щупать спрос-предложения, причем не просто платно-бесплатно, а мы еще начинаем тарифы щупать. То есть вот 50 это много-мало, а может быть не это мало, а у вас выходные не это бессмысленно, там надо делать не 50, а 10. То есть этот город должен вот с чего-то начать. Спасибо. 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 Спасибо.